Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, это игрушка VRC7 и сегодня я вместе со мной предлагаю вам пройти карьеру, начать новую карьеру и начать первые шаги в этой замечательной игрушке. Я напоминаю, что видео по простым заездам у меня находится на канале, вы можете его в любое время посмотреть. И сейчас я хочу поменять имя, но какого-то хера оно не позволяет мне это сделать. Не хочу я быть Мартином Фростом. Вот прикол вот этой. Ладно, будем. Будем Мартином Фростом. И за какую команду мы поедем? Поедем мы, наверное, за эту команду. Да, подпишем контракт. Мне просто левее понравилось, поэтому поедем. Хотел давно пройти карьеру, но немножко я хотел прилобаться к физике, к поведению автомобиля. Да, давай перейдем на Tour de Cors, то есть это ралли Корсика у нас. Выступаем в категории Junior VRC. Семь километров длина у нас спецучастка. Это первый спецучасток. Рейтинг, команда, маршрут. Так, а чё по СМИ у нас? Ага, окей. Итак. Поехали. Я думаю, тут не будет так тяжело, как на болидах категории VRC 2 и категории VRC. Так как на них тяжеловато рулится она по асфальту. Ну, в принципе, я думаю, это всё возможно. Переднеприводные жужики я на них называю, так как я тоже часто катаюсь на ралли. Только в роли средств массовой информации. А штурмант у меня китаец. Итак, доп. настройки у нас недоступны. Ну ладно, хер с ним. Поедем. Знаешь, я бы не сказал, что она сильно прям... Какая-то медленная. Нет, наоборот. В принципе. В принципе, можно, как обычно, тут... Завтыкать, чуть-чуть черкануться корпусом. Ну ничего, это первая гонка в карьере. Поэтому я на неё не возглаю на самом деле больше надежд, так как мне не особо... вообще нравится Корсика. Асфальтовые участки, Каталония и вся вот эта билиберда. По мне, Гравий, Финляндия. Все такие дела. Брейк, да? Угу. Ручничок у нас есть. Это не может не радовать мой глаз. А вот когда начинают тормозить... Допустим, с вывернутым рулем вправо либо влево, она становится неуправляемой. То есть она просто начинает тормозить прямо. Люди хотели зрелищного поворота, но я им его не дал. Её так кидает, прикольно, конечно. Немножко оттормозимся тут. Ходовой был прямик. Левая четверочка с троечкой. Через фан-зону и уходим в лес, чтобы лихера не позориться. Тормози, братиш. Окей. Так, поехали дальше. Так, и у нас опять шпилька. Ух ты, какую я на удивление прошёл неплохо. Сейчас у нас... Почему вечно у нас, говорю, не знаю. Привычка такая уже давно. Сейчас у меня была левая шпилька, сейчас правый три. Правый три на чуть-чуть. Тормозимся. Мы это... Я имею в виду я и мой штурман. И поедем дальше. Я не представляю, как в категории версии уехать потому, что она просто несравнимая с категорией джуниор версии и просто версии. Сколько я 60 скажу с поворотом? Там можно 80-90. В зависимости от поворотов. Не хочу сильно тачку бить, но как-то бляха. Ох, тут вообще узенько. Ой-ой-ой-ой. Сильно узенько. Очень узенько. Очень узенько. Очень узенько. Реально очень узенько. Шаг левый, шаг право карается. Вот такой хуйнёй, как я попал. Бля, ну это конечно жапецкий. Полный жапецкий. Не люблю этих ехать. Эх, затыканные трассы. Вот это узкие дорожки. Еще и асфальт. Вот асфальт как-то. В этой игре асфальт я не люблю. Да, в принципе, в дирте четвертом машина на асфальте себя с физикой дирта уже не особо хорошо ведет, поэтому тут немножко попроще она себя, кстати, ведет. Да, да, зрители, приветствуйте меня, я мантулю, смотри. О, как я мантулю. Сука, хардбрейк, блядь, да? Через крик своего штурма на жесткое торможение. Сильное торможение, жесткое торможение. Я, короче, потерялся в стенограмме и не допонял особо, когда нужно это было делать. Поэтому я тормозился не там, где надо. Так, это был плохой поцелуй. Не особо еще я кайфую, конечно, с играли Буты Карлу. Это вот такие же самые горные серпантины, только еще заснеженные вольфы. Это очень круто. Прикольно, круто. Ну, карьеру хочется пройти, потому что я за все время, сколько я пробовал играть в версии 6. Больше всего я поймал в версии 6, то я ни разу не проходил карьеру. Я просто катался, вкатывался, рисовал видео на YouTube, так как... О, блядь, сука, это пиздец. Так как, в отличие от гирта, мне очень нравилось то, что здесь достоверные трассы, достоверные спонсоры, автомобили, пилоты, штурманы, команды. В общем, все-все-все, не зря она называется официал гейм. Поэтому мне в нее катать нравилось. А карьеру первый раз пробую здесь. Первый раз здесь пробую. Не знаю, я каким приеду, я очень много ошибок допускаю. Вот. Очередная ошибка пенализации. Итого у меня уже 18 секунд. 18 секунд пенализации. Это за два отслёта страша. На самом деле, если бы я выставил тупо хардовый режим, то я просто уже хер доехал. Причем реально хер доехал. Ну, тут ручник и в принципе на самом моноприводе. Странный предмет, он вроде бы есть, вроде бы нет. Но тут, кстати, очень хорошо, неплохо получилось. Управляемый, почти управляемый занос. Не хватило просто мощности у машинки, чтобы выйти из него. Так, ну давай. Чек. И КВшка. Впереди КВшка. Интересно, какой я при... Хоть нацатый буду. Сейчас посмотрим. Пятый. Хорошо. Окей. Окей, поехали дальше. Тур-де-корс. Следующий у нас спецучасток номер два. По-прежнему первый день. 7.58 длина допа. Стартую я. В полдень. Посмотрим, что я смогу выжать с этого спецучастка. Мне он что-то уже не особо нравится. Давай будем проверять. В полдень. В полдень. Покурим. В полдень. Тур-де-корс. В полдень. В полдень. В полдень. хотя я мог ошибаться может я реально вечером со всеми доездами хернёй это и был я не знаю как тут проходит тех парк тех зона по поводу ремонта все прибили перри реально не знаю будем как говорил один для слепой будем посмотреть поэтому будет видно вот это не плохо причем в подъем я так понял у жюнер версии участвуют только заводские команды drive димак походу и все продавь если одни в жюнер версии выступают понемножку по чуть-чуть будем пробовать себя уже потом по мере прохождения карьеры версии 2 и потом пересядем на категорию версии я не знаю что оно будет когда мы пересядем на категорию версии честно на самом деле в реальности при таком ударе и при таком при втором ударе еще нет при первом ударе вот более моста в машине был бы это кроме того что срочный сход был экипаж завершил бы парку на данном ралли до пирали так как это у нас претендует на название аркада аркада года то в принципе можно допускать ошибки потому что на таких жужжах и тем более как я говорил карьеру я прохожу первая поэтому допускать ошибки в управлении так как это управление и на край числа и поведение и давайте ломки таймена конечно это диковатство и на 3 поведение биле я еще не сталкивался более в роли на плавает поэтому ко всему привыкаю так сказать начинать самых истоков в колен и телепор счет кипит ай-ай-ай-ай-ай ну принципе неплохо почти принципе неплохо управляемый занос можно сказать по очки узла тормозились на правой 4 пилька да но я думаю тут я точно не приеду подбросить коварный мать его подбросить был это байпай 1 1 1 3 указание такое с утра со виляет нормально камни так торможение на правый 1 левая троечка можно чуть-чуть ручником найти себе подруливать не теряя спорта сильно оттормазывает монопривод у нас мощность и рвать это лет поэт это войска и буду как-то пытаться на ручнике влетать ну вот как допустим сейчас благо врали на следку поворота штраф не налаживают обоих троек калорий калорий кистотельных поэтому можно сумма калорий 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 а я пилот так левая шпилька левая бобс тайтан мы начать почти прошли сиксты очень подрайк сквай райт на рост оба бридж грамоте сквай райт резкий правый если левый по тайтам интеллект 3 шоу то есть и левый получился улучшить В резкий правый, в резкий правый у меня получился с касанием подбойник моста, а резкий другой получился хорошо. Так, тут можно попробовать не сбрасываться и сразу влететь на КВшку, посмотреть, какой я буду. Окей, бэкспейс. Так, давай результат. Во, первый 6-09. Отличненько. Хорошо, я отыграл. Цель заезда, занять как минимум 19-е место в Абсолюте. Хорошо. Ремонт. Продолжить, продолжить, продолжить. Окей, так. Автоматический ремонт. Подкрыть, да. Настраивать автомобиль, как видно, я не могу. Поэтому мы стартуем в следующий день. Длина допа 7 километров. Он ни хрена не проще, чем предыдущие два допа. Такой же, мать его, извилистый и заковыристый. Вот тут видно, что я стартую в полдень. Не посмотрел, я сколько тут перепад высот. Просто ради интереса. Да, мне в комментариях пользователи пишут, прикольная графика. На самом деле, в отличие от версии 2016, ну, типа версии 6, то с этим графоном они Ариэл постарались. Он даже корпус не подбил, даже не поцеловал школьничек. Ну, ничего, это еще не решено. Задывать нехер. Вот такая же будет геморройная для меня это ралли Германии. Так, ралли 2-члана. Там такие же нелюбимые затыки. Ну, хотя эта машинка, эта категория много чего прощает. Там прощает много ошибок в управлении. Так что здесь нет такой дурной мощности. Поэтому можно даже немножко, если ты что-то протыкал, она тебе простит. Ты всегда сможешь подтормозиться. Потому что скоростя тут небольшие. И это все простенько, спокойненько проходит. Отдавод пряменький такой хорошенький. У меня его даже тут через зрительскую зону, через полу, на скорости 106 км в час. Это неплохо. Так, ну этот доп я уже ехал. Потому что я только что проезжал место, где ушел. Мне он показался очень неплохой. Хорошо. Повторим. Ну, это на самом деле длинная шпиль, это было короче. Поэтому там получилось хорошо выйти. Ну ничего, самое главное, что без акцесса... Мне знак мешал просто на самом деле. А, и да, и тут прямяки через лес. Да, все, я точно поэтому... По этому допу я уже ехал. Вот Дина каркал. Камни резко выбежали на дорогу, просто я-то так все понимаю, но... Камни на дорогу, когда выбегают, я, конечно, не люблю. Не нравится мне, не нравится. Как-то прям не... Ну вот тут можно было реально уйти, тут по кромке прошелся. Реально по кромке. Так, все, конченый отрезок спецучастка у нас кончился. Можно ехать нормально. Так, где там вот это, да, у нас? И вот это у нас. И через мост. Хорошо, в принципе, прошли. И вот тут срезаем, тут немножко срезаем. Тут полным ходом пройдем. И вот тут погибемся, как обычно. Потому что я по стенке протыкал. Ох, ку-ку. Это было ку-ку. Не успел, я опять вону тормоза не протыкал. 120. Тут хорошо. Правой 3, keep it. Интернет 2, short, don't cut. 13, right 6, short, интелнет 3, tightens. Нормально, нормально, правой 3, на левые 2, нормально. И правой 4, tightens. И левая 4, open. Тут штурман даже не говорит, что он кат, потому что он в принципе. перерезать-то нечего. Через туннель, в туннеле красиво. Все, что тут, конечно, повторяется, хорошо. Хух, чисто, три, вчера тут выход хороший. Хорошо, хорошо. И тут хорошо, но сразу же он, мощность, и все убирает. Мощность монопривода, он теряет скорость при прохождении таких. О, бля, вот тут была охерена. Реально красиво тут было. А тут мы срезаем нахер отит, нахер никому не надо перекалывать. Ну, в принципе, кортика не такая тяжелая, но это я рассуждаю, хочется и проедать на моноприводном прохождении. Есть. Позарить про версии, версии 2, как говорится, пока еще нефиг. Ну, можно ручник тягать. Вот я потянул ручник, сократил время, скорость особо не потерял, потому что если бы я начал тормаживаться, было бы не совсем комфортно по времени. Так, чек, проехали, и на КВшку влетаем. Думаю, нормально будет. Окей, бэкспейс. Украина, китайский экипаж. Ох, нихера себе, 621701. Хорошо. Перепад высот бешеный, конечно. И, я так понял, ралли было мраченому начаться несчастными случаями, некоторые с витальными схожами, например, для Антила Беттега и Анри Тойванина. Да, легендарная группа Б, как раз на Тур-де-Корс, ихний боевой автомобиль улетел в кювет, резко всполыхнул, и ребята сгорели заживо. Это была еще одна причина прикрытия лавочки группы Б. Но, сейчас не об этом, так как просто едем и едем ночью. Едем ночью первый раз, и тут опять же, скажу про, проезжал. Прикольно. Прикольно реализованную задумку. Проезда в ночью. О, тут даже кат можно делать, ничего хочется. Там, конечно, зрители на траектории с резким поворотом стояли, но я умудрился за все инженения. Просто их проехать. Хотя мог влететь, нефиг делать. А нет, нет, я соврал. Прошу прощения, этот топ я не ехал. Я не помню, по крайней мере, его, я смотрю, он длинный, этот топ Клинар. Этот топ длинный. Камень большой. Главное, переднюю оптику не побить, потому что потом будем ехать мотивом. Не ударился. И право, переднюю оптику не поднимать. И право, переднюю оптику не поднимать. И шикану на левую оптику не поднимать. Не поднимать. Это тоннель, 13. Я выиграл. Я хочу в аккурат ехать, а как-то в аккурат ехать не особо получается. И вот тут, на ёбаном подбросе, блядь, я тормозил, но так как тачку подкинуло, то... Ого, 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 позорище, позорище, согласен. Да, но чё, тяжеловато ехать тут, по позорунию. Шпильки наверх ещё. Так, левый, левый три длинные, да, хорошо. Вот, левый три длинные, потом подоложки не будут занимать, будет левая троечка. Вот левая троечка и прямик опять подоложки. А левый пять пересхотячий. Сука! Короткий, сказали, что не полетела меня на полном ходу, но уходи. Четвёртка на правую дворечку. Окей, не ударился. Левый пять, 13. Правая, шесть, короткий, вверх, 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 вверх. Опять же не ударился. Ну, это прикольный, конечно, видон. Хорошо, что я тормозился, потому что я чувствуюсь по этим как раз. Прыжкам и перекатам меня так начало кидать, что это просто космос. То ли ехал этот док, то ли не ехал, я не помню. Ох, нихера, бляж, тормозные эти... Диски красные. Тачку носилую, я прикольно густую, какая-то такая. Тормоз, газ, тормоз, газ. Вот тут хорошо было. Очень даже почти хорошо. Очень даже хорошо. О, тут было реально окерено, это... Но. Тут я поздновато начал оттормаживаться. Зато я получил удар корпуса на поспорник. Тут та же петрушка. Да, я ехал этот док, я его помню. Бля, не, ну курсика для меня это, конечно, это... Такие затыки, ну его всрак, тут не могу я. Точнее могу, но не получается. Хорошо. Интересно будет, какие будут следующие. О, тут хорошо, кстати. Да, сейчас будет засечка и КВ-шка, по-моему. На фигу. О, ой, хорошо, хорошо. 100, финиш. Финиш. Штурман так кричит, как будто сейчас обосрется. Участвуйте в гонках в любое время дня. Хорошо. Хорошо. Так, я надеюсь, на этом приключения в тур-де-корс у нас закончились. Ремонт. Автоматически подтвердить. Да. Ага. Последний... Последний доп. Дождь. Это вдвойне веселее. Причем реально вдвойне веселее. Фары я выключу. Мне ни нахер не надо. Я стартую в полдень, так что... Можно без них ехать. Не, и так все видно хорошо. И поехали. Первое место, в принципе, я себе обеспечил, поэтому этот док можно просто проехать надоест. Реально, причем просто надоест. Держи. Еще и как-то по мокрому асфальту, или машине, то лучше рулить. Реально, что рулить. Черт за хрень. Таких. Ос attended one. Украина, китайский экипаж, это, конечно, прикольно. Плавали по муку. Такого интернационального экипажа я еще не недоступен. 3, 50, left 2, short, and right 5, break, and the cute hairpin right, don't cut. Принт думала тормозиться, но немножко затянул ручничка и понял, что в принципе нормально. Left 3, into right 4, 100. Но это не самый длинный доп, который я ехал в этой игрушке, так что это по-божески еще в принципе, да, есть подлиннее допы, но такой бы длинный доп, я не знаю, я бы не выдержал. Left 3, long, tightens, don't cut into kings. Don't cut, да, влепиться в такой камушек, кстати, вот эти вот камешки похожи на... Такие же столбики, которые вкопаны по периметру трассы на ралли Германии. Вот почти идентичны даже. Они мне как-то напомнили, я решил поделиться впечатлением. Right 4, open. Да, графика прикольная, местами даже очень фотореалистичная, можно сказать. Это не может не радовать. Это не может не радовать. Класс. Ну, вот тут хорошо было, да? Хорошо. Можно по чуть-чуть ускорять свой темп, хотя первое место у меня атака, хандыкапом, ну, можно, можно по чуть-чуть, да. Понемножку ускоряться. Left 3, short, into right 4, open, 40. Дабы обеспечить себе еще более лучшие преимущества. Hapit left, tightens, 50. В категории junior версии. Эх! Flat left, and hairpin right, don't cut, 60. Тут не получилось вообще, потому что опять я протыкал дону промножения, но благо не ушел в пусты. Нужно довести машину до финиша. Целую уже побитую ими померзу. Так, идем. Лучше я так просто живу. Просто так будет проще и целее. Ну, потерял немножко времени, но это не беда. Тур-де-корс нам победа и так обеспечена. Да, ну, вообще, опасные дорожки, реально опасные. Right 4, short, bumps, don't cut, 50, into finished. Пять куда-то в жупица вообще. Я так замилую душу просто нехер спеть. Поэтому... Ехаем аккуратно. Сделайте так, чтобы ремонтная команда получила 10 очков морали. Окей. Для она легко получила. Так, шлем стила у меня. Хорош. Тур-де-корс выигран. Нажмите и удерживайте, чтобы пропустить. Окей. Итак. 25 поинтов у меня. Итого 29. Это хорошо. Общекомандный зачет. Первое место. Я думаю, зачет производителей тоже. Итак. Первая цель выполнена. Отлично. Командный дух просто на высоте. Это очень классно. Так. Следующий. Это у нас ралли Италии-Сардиния. Поехали. Почему бы и нет. Опять же, настройки автомобиля нет. Я бы клиренс чуть меньше сделал. Но. Это уже гравий. Тут мне будет уже. Чутка попроще, чем на асфальте. Так. Итого. Можно стартовать, я думаю. Стартуем на рассвете. Вот. 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 Теперь я чувствую, что это. Именно тот гравий. Ух ты ж, блядь. А на моноприводе гравий. Это пиздец. Вообще. Я ошибался. Точнее, я не ошибался. Я. То ли заблуждался, то ли. Ох, как его несёт-то. Вай, вай, вай. Вай, вай, вай. Вай, вай, вай прям. Смотри, смотри. Ах. Красота просто. Вот тебе и весь зуб моноприводом. Мазафак. Ну, в принципе, если привыкнуть к такому лёгкому управляемому гоноку, то я думаю, почему бы и нет. Да, тут дорожки побыстрее. Намного побыстрее. И это просто классно. Ох. Жамп. Отлично. Так. Where's the break? Хорошо. Ай, сука, развернула. Ты представляешь? Ничего страшного. Ничего страшного. На самом деле, ничего страшного. Правые три открытых 40. Прикольно. Реально классно. Это был второй подбросик. Парать всё-таки мне не надо, и так всё хорошо видно. Видно? Прикольно. Вот на гравии совсем по-другому себя этот прогресс ведёт. Граще. Ярче. Реально. Просто. Лучше. На асфальте живо. ТАЙТЕНС 4. И ЛЕФТ 4. ТАЙТЕНС 4. И ЛЕФТ 4. И ЛЕФТ 4. НЕМОГУ ПОНЯТЬ ТОЛИ ЭТО УРОВНЯ СВОЖНОСТИ, ТОЛИ ПОЧЕМУ Я НЕМОГУ УСТРАИВАТЬ АТОМОИТЬ АТОМОИТЬ. я бы на гравий конечно поставил жесткий состав, потому что я сейчас чувствую, что я еду на мягком по такой типе управляемости боевого автомобиля. Ну в принципе, это круто. Давай, 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 газу не гадуй. Я чувствую, что Сардиния будет вся веселая. Да. Будет вся веселая. Мать его и это круто. Мне это нравится. Реально мне это нравится. Прям мать того круто. Так. Через ворота. Есть проход через ворота. Тут мы не резем. Еще не резем, пойдем наверх. Вот она, правая четверочка. Хорошо, выпрыгнули мы с нее. Отлично. Скорую не цепляем. Нам она не надо. Ага, направо мы не уходим. Левая пятерка. Все я понял. Через деревья. Подборезать. И опять. Здраверенная пятерка. С겠어 10 уже больше. То, что сейчас отметим. Удивarden, нужно отдачить. Незịнг. Nagetzтик. Удив negoullah. Извече не Parcelsk. Удив markcast. С présentного회я tilцом. Удивем建ى. Здесь funding. Все green. Товолк. Они благопол ratoовли. С Vegan. Ага . Ониupunctнинг по прав Агуму. прохождение связки в моем исполнении ничего мне воздастся конечно мне воздастся 417 а вот эту дорожку я знаю на ней я ездил цитричном ситроэне поехали почему бы и нет мы едем ночью а детка это же прыжок и потом поворот на правой фаре перестанут опять и для 3 файл ой боже детка ты просто перфик а теперь лет додка от опять додка и так аут опыта и просто перф мощи не хватает конечно не хватает вообще это монопривод так красиво я тут повороты еще не прохит такая аркада очень реалистичный гир 4 который у меня также стоит на компьютере которые теперь там по-своему тут по-своему хорошо там по-своему здесь берет игра достоверности кемпионатов и всего чего только угодно существующего версии на данный 2017 лицензионные маркетеров я еще раз повторюсь вот и автомобиль и команды в общем все все чемпионаты это круто и это реально берешь потому что многие поклонники ралли эту иглу я думаю долг далее это был самый приятный спецучасток среди всех спецучастков которые я сегодня проходил покинуть не более двух этапов так это чего прикол покинуть не более двух этапов что ты не въехал а я получается целенький четырех километровый доп стопроцентный гравий доп называется монтеллер на 412 участвуйте в гонках на машине которая не была отремонтирована тут как не каждое прохождение спецучастка то какая-то ачивка вот прям разрабы любят радовать игроков всякими крутыми ачивками если пищу сука пару сантиметров я бы так убил шахту дерево дарья мало не показалось реально реально не покажем чего и телек три счет форти мать фортом а за пресс опыт классный моноприводов скидка еще сказать нет такой дури по управлению все прекрасно на гравии я не знаю что лучшая машина на которой я пока катался которая так хорошо ведет себя на гравии слайд полдок от опыта интеллект 3 ловки пыль весь этот участок у нас завязан на пускать и подъемы путь их глядь как люди стоят сука прям в пол во внутреннем радиусе поворотов отбай пол доткат нехердело чонятик реально лайк полтайты и телек пол шоу петли не хочу я свет а лайк полки бит и телекаре шоу дать и на левую троечку на подъем вот она была левая троечка вот ходовой прямик надеюсь не со спуском опыта лайфхот айтен лов а лет три шоу тайтен и твай 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 прейдот как тайтен а для этого пятерка правая тут не получится да скинуло меня я думал красиво за черными наношу управляемость не получилось ёб твою мать ай где тут сука пить взял аааа вот этот трамп понятно это был знаменитый трамплин на ралли сорт нарушение которая была ополучена ёпперный балет блять просрал ничо не первый и не последний раз мы ездим на ралли сардинги пускай они на этом автомобиле так что я думаю еще впереди теперь я еще попрыгать на том бутылке и прямо долл до первых поехали дальше спецучасток номер 4 и принесет он нам опять стопроцентный гравий но длина дистанции уже больше 558 вместо 4 и я еду поздно вечером вот это уже прикольно за прикольно да тут надо быть поаккуратнее я так понимаю ориентироваться на на стенах вот троечка была я увидел что это троечка начала замазываться но чуть-чуть скорость была больше поэтому троечка у меня превратилась чуть-чуть не в троечку ага я этот топ ехал все узенько мне запомнилось так 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 алё 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 воу 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 тут раскачало конечно реально раскачало машинку как это райпай альпу дарил он кипит айпай это пап альпай лом айпин айпу айпу кушет брайк антикс вот да да это топ я ехал теперь мы очень болен капец да тут тут реально надо такой аккурат ехать потому что по-другому не получится не будешь ехать аккурат трасса тебя накажет разбегом причем реально накажет тут особенно когда я идет под уклоном на подъем и когда оптика светит то ты за период катом ничего не видишь а видишь только и ориентируешься по стенограмме какую тебе штурман читает то как то прям нет по бокам из хода же отпадает звание брать полным ходом этот подъем и и и и я и и и и и и и и Да, и этот док мы тоже и не халили, не знаю. Камни внутри, да? Хорошо, проехали камни внутри. Прошли мы правой через ворота, сейчас будет у нас секция отрезков, тупо внутрях не режет называется. Нехило выравнивается она, конечно. Да, это прикол. Реально прикол. А, вот. Сухо, и опять я смотрю, ты представляешь, на правый, а у нас левый. Левый, несколько связок подъемов, спусков будет финиш. это вообще не верит давай давай роднюлечка давай лично отлично просто феерично так супер спешил да нет нет да подтвердить последний четырех километровый в дождь вот это будет весело это будет день угла как проходит в одессе у нас причем реально фары вырубаем н.д. акшен третий флот райт кипит а лет три доткат а байк 3 down hill доткат дает шуток я уже ехал на 3 его первым должен это лайфай под брайк и талет 3 доткат вот это ее носит ну и это было но если бы я перекинулся это было не совсем она конечно но вот и перекинулся блять начинается стоит допустить одну ошибку все начинается потом полоса неудач на каждом повороте войдет как опыт интеллект 3 привет зрители да войдет за деловаться надо мантулить. Ну, конечно, don't cut. Я и не буду его, сука, cut, блядь. Пиздец, это ж надо было так на последнем допе, сука, машину побить, а? Меня влево сейчас уже тянет. Дерево. Не, нихуя. Да, это самые неудачные доп мне надо все время свою карьеру прохожу. Причем реально, блядь. Я равно усник потянул. О! Смотри, блядь. Это же этот топ с трамплином. И опять я простыкиваю трамплин. Опять привет, жителей. Ну, да, если с первого километра не задалось, то да, я уже знаю. Да, мокрый, гравий в дожде этой. Войне замоклеваешь, не ага. Так, все, кавашечка. О, как ровненько, просто, муа, персик. Десятый. Нормально. И снова перший. 58 поинтов у меня уже в командном зачете. В личном зачете и в командном зачете. Нормально. Играть можно. Настроение хорошее. Ну, ребята. На этом мы закончим сегодняшние наши первые шаги в карьере за команду Drive D-Mac в категории Junior VRC. С вами был ваш несменный слуга Антон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была игрушка VRC 7. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok